Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, канал Лёша Играет, и это продолжение моего ФФА-сериала за Ацтеков на восьмерых на карте Фрактал. Если вы смотрите не с первой серии, то рекомендую перейти именно к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо в описании к видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Ну, современный танк звучит еще нелепее, чем просто танк. Мне кажется, что там пальчик по неррифили и шпионов в крыльях вообще ничего не воруют. У меня он не писал. Субтитры делал DimaTorzok 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 Слушайте, ну мне вообще непонятно, что в этой игре делать, честно говоря. Что это ядерки? Ну, так... Ну, каждый может только четыре ядерки спросить. Явно это не поможет мне, например, решить... Ну, четыре, я же правильно посчитал, да? Мы договорились. Два плюс количество выбывших. Выбывших... А, нет, выбывших трое. Опа-няки. Что у нас тут происходит? Сколько можно, Алексей? В смысле? А, этот тебе... Да у меня там тупые прокачки были шпиону. То есть у меня там прокачка... Вот... Ну, вот этот тебе грабить и плюс четыре уровень в случае поимки побега. Вот выпадала всякая фигня. А, еще... Еще второй уровень хищения шедевра. Вот самая нужная прокачка выпала. Можешь красть. Эх, не сбежал. Так это у него плюс четыре было, да? Да. Офигенно помогло, да? Совсем неудачник. Ну, мы можем обменяться. Окей. Так я надеюсь, ты больше не будешь грабить мою правую сезону. Это не самое выгодное использование шпиона, кстати. А какие... Ты посмотри, у нее прокачки. Плюс два украсть шедевр, плюс четыре... Пусть даже у него будет шанс там, без прокачек, все равно вам около шестидесяти процентов шанс украсть и ускорение техи. Или деньги. Лип-толип-другой. Смотри, что нужно. Грег, там предложение. Ну, я тебе могу в рифму стишок сказать. Ну, ты явно не этого от меня ждешь. Специально подготовлен. Да, да. Ну, этот кольчугу кумаси нашел. Все, что осталось. Все, что осталось. Все, что осталось. Продолжение следует... 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 сном ко мне нет я понял что я уже никого не возьму сейчас кстати знаешь да про то что ты не сможешь проехать на клетке где летает самолет нет не знал никого обуза делимся все информации то есть это считаешь не баг до игры не знаю какая у них затылка была в описании это в описании к самолету и то есть с другой стороны танк из пушки убить вполне себе и вертолеты из пушки сбиваются очень даже у нас и и и и и и и и прикольно вертолет над водой не летает но бывает что не летает зачем ты границам подходишь все-таки решил бывать чуть суши ну вот грек же не не спрашивай почему я около его границы стою муж грекает не интересует да я пришел повоевать эти легче стало и и и и Нормально Обычный истребитель, который летает над клеточкой, армию современных танков на воде наносит 60 урона То есть Что же будет делать бомбардировщик? Сейчас посмотрим У вас там весело, мы будем с американцем живем, тихо, спокойно Да это первые мои 15 ходов мирных в этой игре вообще, за 175 ходов Я ни на кого не нападал почти Опять начинается вот это, про никого не нападал Все на меня нападали Как тебе клетка с ураном вот эта, Леша? Это забавно, да? В этом вы кстополуке Захватили Иерусалим А, это да Я когда уран изучу, я когда ураны изучу, я когда ураны изучу и захвату О, так это у меня теперь выжившие рыцари, теперь могут стать современными танками Это их судьба просто Мы ждали этого Всю жизнь Слушайте, я может что-то пропустил, а что военные инженеры теперь ракетные шахты не могут строить? Может, ты ракетстроение открыл? Хороший вопрос Точно Главное искал, искал в технологиях, где эти шахты О, какой вижен то сразу, на все наше внутреннее озеро О, какой вижен то сразу, какое вижение от него Точно Главное искал, наверное, это мембардировка Точно Кому-нибудь нужен? Шедевр этот, античности, поменяй наш эндевр в Средневековье. Вдруг кот есть. Кстати, мне нужен. В Средневековье тебе надо, да? В Средневековье, да, я могу античности. Нет, у меня в Средневековье, прикинь. Девять шедевров и нету. Они вообще редкие, а мне вот что-то прямо нападает. Грек, может, чай есть? Может, смотри, какой-то приятный. Средневековье. 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 Уважаемые. Средневековье. Средневековье. Продолжение следует... 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 мало 5 штук тебе мало скажет больше городов как было ширли мырли вы слишком много жрать давайте еще одну себе в руку рай этом ядерки много тратить на уничтожение армии скоро уже до ядерков будет я думаю нет грек походу вышел грек уже вышел но пока он сделает проект пока он сделает ядер может чуть но грей публично осуждает вашу цивилизацию круто ты украл мозаику с моего пола побил спецатор верни обратно омяк здесь формальный повод объявите войну за расширение меня тоже есть конечно что один так да где у нас больше всего производства 44 49 47 45 а а и и и и и и и и действия фильм шт置и я взял карточку арсенал демократии ваши торговые пути к союзному городу дают плюс 2 еды плюс 2 производства обоим городам У меня союзный город Амстердам Это ж про эти города имеется в виду? Про ГГшные? Ну, если написано Союзному городу, а не Этому Скорее всего, я думаю, что это дается Именно к игроку Как было в пятерке В демократии, ну, в свободе Тоже там что-то было похоже Ну, дело в том, что у меня Ни моим городам не дается Ни ГГшным городам не дается Ну, значит, только к союзникам А, к союзным городам В смысле, с кем мы в союзе? Да Спарта, хочешь в союз? Само время союз заключать Фига, что там с наукой в спарте Все гранты снял, что ли? Ядерки строят, семиграты А он, видимо, решил, что раз Ядерка открыта, больше ничего не надо Не, у меня просто Анархия не доводится А, точно, да, у него же анархия Ну, анархия-то прошла уже Там что написано в подробном инфоках, да? Да, ты выбираешь А, там, скорее всего, муж из банкротства вот это вот сработало А что, у него банкротства еще был? Ну, при анархии, типа, нет дохода Может, так это работает Я просто не знаю, у меня никогда не было анархии Вообще-то, все время, что я играю в эту игру Не, ну, может быть, конечно, при анархии минус по деньгам Но, блин, при анархии минус по деньгам, да И причем дикий Я вспомнил У меня как-то раз это был Я тестил Там же у тебя дохода ноль, а расходы все сохраняются Грек, там тебе предложения, глянь Грек еще предложения Грек, додай Грек Серьезно, дружба на таком этапе Ну я в любом случае раньше, чем она кончится, я не смогу на Грека отправлять ядерки. Ты же забыл, что тут 10 ходов всего? Алексей, я тебя тоже послал. Грек, там тебе еще одно, это, типа, союз. Грек, там тебе еще одно. Ну, конечно, то, что я не могу строить авианосцы без нефти, это полный провал. Где логика вообще в этом? А ты все еще у себя нефть не нашел? В смысле у себя, у меня ее просто нет. Ну, прям на территории нет, он бы город мог поставить. Куда, вот на ту морскую, что ли? Ну а что? Это одна, маловато будет. Чтобы построить авианосец не придется, это... Что там надо? Над гавань будет. Вообще да, надо отставить. Вот, блин, подсказал. Дэдскари Ти в плюс. Я просто не могу ни на кого напасть, кроме тебя. А нападает на тебя не всем выгодно, мне кажется. Звучит война не проживает. Она проживает. Она проживает. Серьезно? Партизаня? Партизаны? Это уже не я. Честно скажу. И мне не написали, кто. Написали бы, я бью войну прям сейчас. Объявил, что войну кому-нибудь. Ладно, самолет покачен. Не знаю, походу эта карточка не работает. Я вот со Спартой заключил союз. Никакого дополнительного производства я тут не вижу. А производство не дает? Там еда и золото. Нет. Карточка конкретно пишет. Сейчас я продекламирую. Ваши торговые пути к союзному городу дают плюс 2 еды и плюс 2 производства обоим городам. Арсенал демократии найди в это. Это в демократии. Демократия дипломатическая карточка. Я вообще не вижу, каким... То есть я могу отправить и к союзному городу-государству, и в свой город, и в союзный город моего союзника. То есть в Спарту. А, стоп, Спарта. Так мы с тобой не заключили? Ты отказался от союза? Да. А, ну блин, тогда понятно. Неожиданно. Он не хочет тебе показывать свои шахты. Он не хочет тебе показывать свои шахты. Я просто на этом и так выбралج и на мой взгляду оружия собственного поигра. Так какая разница? Мы дружбу заключили. Нет, ты вообще так же не можешь убить войну, что на конец союз, что на конец дружба. О, еще один шедевр похищен Ты не поверишь, но Ты тоже кое-что потерял Не понял, я два шедевра? С жеходу А, ты украл у меня? Прикольно Да Если ты ищешь шедевр Средневековья, то его у меня нет Ты не у того крадешь Ты уже украл, у меня все Чем не теряю, я сам не соберу Я у тебя украл шедевры античности, а не средневековья Так я Мне, короче, гейтетер нужны У меня нету комплекта В самом Всю игру 183 хода У меня под глазами В самом уголку Было такое шикарное место для города Так сейчас я его открыл Ну, ты да Там просто заняпл всю игру Чем сейчас наконец-то смог посмотреть Да-да-да Пойби Дальше golf Поехали В В А кто-нибудь космопорт уже построил? Видимо, нет Да, я что-то думал, мы сегодня быстрее сыграем, конечно Мне кажется, почти все изменения в этом патче, они как бы не нужны Короче, тут проблема... Я считаю, что самая главная проблема — это технологическое дерево Потому что когда ты идешь по нижней ветке, доходя до современных танков А потом возвращаешься и вот это все добираешь, все остальное Ну это... Просто у тебя нет вариантов, ты тупо должен идти до современных танков, иначе тебя вынесут Не, ну, видишь, меня никто не вынес, я не шел сам на танки И у меня их нет Хотя старались Ну, тебе просто повезло, просто потому что я напал на грека Ты меня не пробил, у меня ПТ-команды был, просто не апплит Ну, то есть было бы то же самое, что ты напал там на десять ходов позже, как бы ничего ПОДПИШИСЬ! ПРОДАЙНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 шпиона а что ты мне за него дашь я могу шпиона частями дать в разных бандерольках уже должно закончиться было у нас есть мы еще их не просто но Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Эй, чё началось? Не, вот так беседуем просто. 3600 арб. Ну, наверное, да, надо. Пора. Война за расширение территории. Маловато места нам. Давай. Война бата тука мунзилата танзамби. Ебва бутвена сундика. Ну, я здесь не виновата. Я виновата. Самый сложный этап — это успеть всё прокрутить. А захватывать чем будешь? Аху, мы ты, наверное. Это, Алексей, у тебя стырил мозэку. Да. Очень интересно, стоит военный инженер под защитой вертолета, но почему-то убивает его. Прикольно. Мы нашли еще одну фишку. Не может быть багом, это только фишку. Что-то, кажется, с какой-нибудь еще сейчас москвозь через лесу ко мне придет. И именно тоже кое-какое место. Ну так нападай на него. На основной стороне-то не проход такой невидимый. Приклеточка не туда вся армия там-то была в прошлый раз. Блин, музыкантов вообще сажать некуда. О, прикольно, центр города атакует самолет. Центр города и военные лагеря. Точнее, нет, военные лагеря атакуют. Понятно. Центр города не знаю. Слушай, с этой очереди строительство я реально тупо не успеваю все сделать. То есть они открываются где-то по 10 секунд каждый, и ты реально не успеваешь. Ну ладно, по 10 я загнул, где-то по 3-4. Я на самом деле тоже на очереди номеряйцем артикум на знаку. Глоба на то, что ты. Тут полос. Ну мне тут без истребителя делать нечего, поэтому просто буду банк строить пока. Это у него все истребители? Следующим ходом я смогу уже ядерку строить. Список авиации тоже. Все небо в самолетах. Надо будет сюда кидать вот на эту клетку, тогда тут накроет. Семь ходов. Могу не успеть на самом деле. Слушай, а вот, так он здесь уран уже не может, чтобы обработать никак. Ну и семья не возьмет, не может. В смысле, у меня есть уран. Или надо его им обработать. Для ядерной ракеты? Ну я просто не понял вопрос, у меня есть уран. Ну, видимо, не этот. Ты не дойдешь к нему. Чего я? Ты не дойдешь. Куда я не дойду до него? Да, урана, которая к нему есть. Он у меня, в принципе, есть, он под районом. У меня он есть, можно ломать и таки. Слушай, с очередью я реально не... я просто не успеваю. Так, поставь все в очередь, чтобы то не заходить просто. Ну, я не могу все в очередь поставить, я же не знаю, что мне нужно будет через два хода, три, это конец игры. Это вообще жесть, я сейчас половинный городов не успеваю. Ну, напишешь, напишешь Курдезасу. Что фигня, твоя очередь. Она просто, видимо, к концу игры начинает что-то пересчитывать заново. Каждое добавление, она там что-то пересчитывает. Не, ну так просто невозможно. У меня есть юниты, как бы, но я просто не успею. На последней секунде просто ход захнишь. О, кстати, прикольно, а почему у захваченных городов нет стен? Это тоже новая фишка. Хм, кстати. Странно. При этом у военных лагерей все осталось. Не, ну это правильно тогда, на самом деле. То есть это очень сильно меняет игру в Лейтит и скинул ядерку, забрал, у тебя город забрали обратно через... Да, не, это я согласен. Но дело в том, что когда я, например, грека захватывал, мне стены возвращались. То есть я захватываю город и сразу там стены. Очередной. Если ты можешь прыгать от земли, это хорошо. Я не пойму, что ты сейчас обстреливаешь. Почему это минус один, минус два? Ну это истребители по лагерям стреляют. То есть лагерь получает так мало урона, а город так много? Нет, это истребители. Я по городам стреляю бомбардировщиками. Лагерь тоже будет столько же получать. А истребителями я стреляю просто, чтобы уничтожить. По городу истребители стрелять не могут. Ну они не достают, либо не могут, вообще нельзя. По городу. Продолжение следует... А ну, по науке опусти, состанавливается скомпом. Какие же лаги, это просто невозможно. Смотрите, нас никто не заставляет играть с этим бутом. Можно его стереть и играть обычным бутом. Ты ещё и тихий меня пытаешься спереть. А где человек проделал вашу работу? Спасибо вам большое. Да нет, ты понял. Здесь я полностью согласен, но стоит ли с ним играть, всё же вопрос. Ну, с очередью нет. Тут, по-моему, всё-таки... Многие вещи в итоге не нужны. То есть, вот это удорожание тех... То есть, мы... Я не знаю, вообще кто-то может улететь к 250-м, даже если его трогать не нужно. Тут, тут проблема явно не в стоимости тех, а в самом дереве технологий. То есть, тут надо так делать дерево технологий, чтобы оно... чтобы по нему шли равномерно. Что-то, что не скажите, а всё-таки пятёрочка нам будет интересен, да? Да. Шестёрка, как бы, более красочная и красивая, а вот пятёрка всё-таки нам... Пятёрка доделанная, просто, да? Да. Чувствуешь, что... Чувствуешь, что пятёрка... Пятёрка... Пошёл, тут открыл. Потом нет дела, что в пятёрке больше возможности. Ну, в пятёрке концовка... Не знаю, чуть ли не хуже, чем здесь. О, там где-то сидел себе, что мы имеем. Покалипсис. Такой ключ. я сейчас скажу у Конга вся армия по-моему-то сколько да у Конга нет армии самолетов да у него все в самолетах у него особо юнитов типа ну он самолетов кучу построил у него сейчас скажу сколько 14 17 18 18 самолетов похоже я не пойму американец что предлагает у него дипломатия подкривая то он мне предлагает что-то просто так отдать то мне что-то просто он хочет тебе помочь просто ты не понимаешь его порывов не может и хочет а может и нет американец красава спит а 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 Сан-Франциска Сан-Франциска опять же непонятно как выйти воевать то есть вот у меня как бы сколько мы воюем 4 хода там 5 все у меня не счастье везде дичайший главный поэтому почему ты швырди не терял ничего ну за бой то там дают сколько-то но видимо в информационные ритм на настолько много за каждый бой что вот буквально самолетами там 40 вылетов и все три ну да да кстати что с этим делать ну короче я-то думал что раз у нас такие дорогие ядерки самолетами и самое интересное что я за эти твои бои ничего не получаю никаких штрафов только ты то есть у меня вообще нету никаких вот хотя нет я вру я набрал тебе по ходу минус 9 до есть у тебя да там тоже должно быть весело мы по по сути не воевали еще даже только начал а горячих клавиш и воздушные атаки нету да это я не знаю вот каждый бомбер прокликать вот так попробуй с или у с было в 5 в пятерке и наверное и кстати можно что мне пришло там наверно можно поставить кстати ну точно точно можно ставить горячие клавиши ну на что-то можно да ну вот этого панта мне а как вот ты мне стену снес а вот как ее ремонтировать . это возможно но если эти пять ходов ним город атаковать это это правильно это хорошая идея элементарно ходить не успевает так много юнитов настроив почти 4000 а если там те же восстание в мадриде альтернативные все пошло иначе а судно ты ничем разграбил это смолёт много трагер можно паузу на минутку я горячих клавиши посмотрю пожалуйста ну давай помоги самая лучшая помощь просто его ядерки скинуть вот это слушай база я не понял что ты сейчас сказал еще раз но нормально там у него куча юнитов не только интересно зачем греку кидать на меня слышишь я сырю горячего горячая клавиша r попробуй а что самолеты не считаются дальнобойными по их логике не читается давай достойно хорошо так тяж урана дофига хочешь чтобы ты на него не кидал я просто не понимаю зачем ему это вообще пока мы воюем он строит космопов ты убитает зачем я на тебя кидаетесь и я воюю с конга мало ли не но мне тоже нужен уран строить нет я хочу на конга скинуть я на конга хочу скинуть ты извини конечно если дам уран то я не смогу на конга скинуть боже мне твои истребители как бы наносят 12 урона но при этом у меня звук намного сильнее чем от бомбардировщиков и 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 нет нереально причем не потому что как бы медленно тут-то уже очередь ни при чем ты уже просто юниты не успеваешь переключать ну два в одном тут как бы надо в двух-трех городах поставить производство это минус там 20-25 секунд а потом каждый самолет выбрать ну и точнее не самолет на следующий юнит то есть горячий клавиш а вот на воздушный атак нет ты должен мышкой подвести нажать выбрать юнит который атаковать повторить так 20 раз за ход а потом еще все остальное выбрать там политики цивики если надо по-моему классно очень удобно так 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 постоянно так 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 Продолжение следует... 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 Господи, у меня даже при просмотре районов, которые я могу построить, и то лагает. Ну вы там друг друга хорошо покоцили, парни, я смотря. Какой я пол армии потерял, у меня ж ни один юнит не умер. А, нет, нет, я ошибся, 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 нет, ошибся, нет. Перс, я дам тебе сделку кину. У меня армия так увеличилась. Перс, глянь сделку, пожалуйста, быстрее. Иначе мне тут будет грустно очень. Как истинный этот наш торговец средних веков вкладываю войну. Нет, ну, война, конечно, прикольная на авиации, если бы у меня не было несчастья во всех городах по минус 10. Я бы почти сказал, что это классно. Наконец. Да ладно, блин, ну ты-то. Игра тупо издевает. Знак дружбы, стэк. Знак дружбы, стэк. Знак дружба. Продолжение следует... 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 Стоять Стоять Про то что стены не даются я совсем забыл Надо было этот город то разрушать естественно При таком формате Ну да Ну а господи ну я взял обратный что это крутой город А теперь с жестюжителем Ну так то да Я бы и без этого города скинул Да я посчитал Сколько она летит? Десять ходов летит Запускаешь потом ждешь Че уже ядерку Да Уже ядерку Уничтожили город У конга Ядерку я Я видел вспышку Хотел посмотреть Я могу Я могу к тебя повезти Если хочешь Я уже передул Фиг знает Вот с идеей с самолетами то есть Получается вообще бессмысл Отпусти Я не знал Я появился Я не буду Фиг знает Наши Приятный Снова Зачем Когда Я не могу Бенджамин Фрэнклин может уничтожить его. Продолжение следует... 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 Да он там просто еще пересчитывает какие-то эти варианты для этой... Продолжение следует... 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 Великий Зимбабве. Великий Зимбабве. Сюда я два города задену и два аэропорта. Следующим ходом будет, а потом еще четыре хода. Отлично. Вот что выгоднее держать город-государство, у которого ты союзник, 16 послов, или закрыть его? Ты просто спросил для будущего. Кто-нибудь космопорт вообще построил? Я нет. О, Биг, Биг построил. Видит? Ну вот, да, ты же видишь, тебе царюки-союз был. Так, смысл это в этом... В Победах. Она же написана только... А, в Победах еще, может, подожди. А, да, в Победах же здесь можно посмотреть. Я смотрел по городам. Ну ты чё, мы-то не пойдем? Так уж. Чисто для параформус ками. Блин, ну что это за... Что за хрень? Накинь, ты не разрешуете. Сколько, сколько, не старается быстро? Да, за один ход. А потом проект делать. Хер знает куда отправляю. Это просто издевательство. Это интерфейс. Я должен был сюда отправить, вот сюда надо. Отвечный. 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 Да, блин. Что происходит у меня? Даже армия больше, чем у Алексея. Прикол в том, что у меня тоже сбросилась карточка в прошлый раз, не знаю почему. Да это еще очередной баг, короче, из игры. Да я не знаю, что тут играть, мне с Конго нет смысла мириться, просто потому что у меня нет сейчас возможности победить. Он у меня забрал города, а получается мы с ним воюем, и я на него ядерку. Вдвоем туда пойти. Могли бы, только ты мне города мои мои отдай. Ну а мне тогда смысл какой, ты мне мои... Ну я не знаю. Я не знаю, о чем ты думал, я не знаю почему ты считаешь, что я должен заключать с тобой мир, когда ты забрал у меня города. И надеяться на что. Почему я должен с тобой заключать мир, когда ты сжег мои города? Ну видимо потому что гор какой-то улетает. Ну так это в обе стороны работает. Я на самом деле еще, ну, до этого как нападать, я говорю, потому что я не знаю, что нужно. Интересно, откуда у тебя истребители... То есть истребители, как вы считаются, не на аэродромах, что ли, сидят? Не, истребители они же летают. Ну бомбардировщиков у тебя уже нету, по идее. Ну да. Не, ну чё ты там есть? Давайте воевать с Сибирью Горга. Так, покажи пример. Вот я даже плыву двумя креселям. Это весь мир. Зачем у меня городов на море нет? Нет, это твоя спица. Горга, у тебя много на море. Всё, весь мир. Не, ну чё ты слева оттеряет инфраструктуру. какой город я соглашался никто даже не построил оракул представляете концу игры подождите я строил оракул просто он сейчас уничтожен видимо поэтому он опять появился ничего себе стали возвращаться чудеса когда уничтожен город так и по-моему всегда был я точно помню грубе там сожгли город с петра и можно новый алексей война потрепала так если смысл тянуть времени про есть какой-то вариант что горга не победит у тебя есть пара ядерок у америки есть ядерки вы счет можете все у меня может быть будут ядерки а нет нет я свои будут тебя кидать ну так такой интересный главное я у тебя захватывают и ядерки в городе кидай эти мир предлагал еще ходов пятнадцать когда-то меня город захватил точение когда-то меня три города захватил точно до 200 года и не улетит я тоже об этом говорил уже что из таких дорогих тех это реально возможно не он уже улетит у него уже уже спутник он запустил ему осталось собственно исследовать спутника где этот спутник далеко тебя до спутника робота техника у него уже открыто нет ядерный синтез открыт ну да последние тех ему будет долго изучать да очень с другой стороны и 500 науки вход если не 500 науки вход то эти тихи даже без ускорения изучается ходов за 12 кроме того 250 ход он тоже вышел в ядерки я напоминаю а все остальные могут они только скинуть иду то что могут захватить короче в итоге вся эта война на самолетах мало смысла можно выходить в истребители в авиацию площадь клетки и атаковать очень сильные юниты да то есть истребители очень неплохо юниты атакует так ну как неплохо плохо конечно но они главное клетку блочит и соответственно потом такую а реактивные надо проверить я проверил на меня уже алюминия нет 90 мощи реактивного такое где-то по 8 по 10 урона но если у тебя их штук 15 будет главное заблокируешься проход оставишь узкие коридоры то есть а можно быть только ядеркой пробить но она она на технология то есть и 9 ходов до открытия обоих тех а спутники фигачи ремонтируют арбатские лодки перед приходом вы видите я ваше внимание Продолжение следует... 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 и ядерки не так напрягают по-хорошему. Ты можешь стоять, у тебя как минимум там юниты сохранятся в городе. То есть там надо существенно уже покидать на тебя. То есть там в этом плане есть... Блин, это всё нормальное дерево технологии, более-менее вменяемое. Вот до последних эр вообще к дереву технологий в пятёрке придраться не к чему по-хорошему. Потому что там всегда есть варианты по-разному идти. Ну это просто даже по логике тупо, что у тебя танк без химии. Как такой современный танк? То есть уран ты используешь для создания танка, но при этом основы того, как ты это синтезируешь, ты не знаешь. Ну да. Ну я к чему всё это начинал говорить изначально, что вот реально когда вот так вот находятся игроки, ты ничего не можешь сделать человеку, который там не рядом. Вообще ничего. То есть я-то не мог приплыть на авианосцах никак? Ну допустим, вот у меня сейчас есть четыре авианосца, да? Вот допустим это восемь самолётов. Я туда приплываю восьми самолётами. Через всю карту мы туда идём. вот такое. В пятёрке ты как бы можешь в концовке игры уже кидать XCOM'ы, но по сути не в любую точку карты. А здесь тебе надо очень много ходов потратить, чтобы всё это реализовать. А подкреплений не будет вообще. Там может быть есть способ играть с атомками? Ну с атомками это тоже будет как бы. Все выходят в атомки, кидают друг на друга. Кто не знаю там кому повезёт. Вот я ему разрушил этот космопорт. Сколько он его починит? Заход. Любой район ход чинится. Так, ну куда я тебе ещё не кинул? Всё, уже никуда. Алексей, всё кидают бомбы. Всё, кидаю бомбы. Там миссионеры в радиации бегают. Ты вообще их это? Уже не смыслом их. Фусть. Кстати, они живучие. Они не убирают. Не защищаются. Своё божье. А вот он его не подчинил, кстати. Вот прошёл, у него разрушение. Может он не захотел. Лучше. Может не надо что-то. Может быть. Ну, я просто серьёзно. Двухору играть. Ну, судя по тому, что у американца 2200 армии. Там что-то есть. Мы ещё играем. Я тоже даже не думаю. Слушай, ну вот реально, заказать рабочих во всех городах полтаймера проходит. Ну, ему осталось робототехнику открыть и всё. То есть, нанотехнология открыта, робототехника 5 ходов. Я не могу, что я победил, если вы о ней спрашиваете. Что? Я не против проголосовать за победу. Ну, я так понимаю, американец против. Раз он прибыл к тебе. Что ж так кажется? Даже если американец заберёт у него города Рима, это ничем не... Да, они ему уже не нужны. У него уже всё открыто. Он их не подходит. А, это он вот Римка лупает? Вот это вот. Да. 5 линкоров. Там даже не армады, что ли? Есть армады, да. Нет. Поздновато для линкоров уже немножко. Пакетный крейсер должен быть. Ещё забавно, что у меня тут прям две шахты рядом стоят. Слушай, а сколько я на тебя уже скинул? Три или четыре? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Значит, последнее осталось. Да уж некуда. Ну как, Валенсия с Мадридом? А, ну да, может тогда ещё. Или может на юниты твои? Да мне нет, юниты уже. А, ну на свой город на столице можно кидать. Чего сего, мы порезвились в конце игры. Не, ну, нам, по крайней мере, не так скучно было, мне кажется. В другой части игры. Это да. Я всю игру воевал. Я в пятёрку очень играю. Редко мне кажется, что это моя вторая или третья игра вообще с людьми в пятёрку. В шестёрку. Я просто играю. Я получаю довольствие просто от общения от игры. Не важно победить. Да я на самом деле так же играю. Нет, а для меня важно унизить всех моих соперников. Но, к сожалению, меня унижают постоянно. Поэтому я расстроен и заканчиваю игру. Опять не получилось. Алексей, я столько посмотрел твоих стримах и уже на пальцах не пересчитать. Ты не забануешь. Так как я могу? И ты этим спокойно любой город свой защищаешь. Я только не понимаю, тогда откуда у него 2255 армии. Это что вообще? Не знаю, Союз заключается. Потому я вижу, современные танки стоят в Вильнюсе. В Вильнюсе? Слушай, Горка, так у тебя за один ход деталь построилась в этом потом, в починенном космопорту? Что вы починили? Ну, посмотри, сколько ходов деталь строится. Посмотрел уже или нет? Не, нормально. Восемь ходов. Восемь ходов? Походу, починили эту фигню. Ну, я, да. Димстигер, напиши, пожалуйста, что-нибудь. Хватит голосовать. Плюс за. Так, стоп, мы еще не забрали. Главное, ацтекский алтарь, жертвоприношение. У меня не в этом городе он. Хочешь пять ходов? Давай. Господи, в кумасе ядер, который летел. В кумасе? Откуда у нас летела? А, наверное, сберега. Тут не народ. И кто это кинул? Не я. Наверное, гордо. А почему в кумасе? Потому что там до него достреливало. Потому что там строилось и что-то взорвалось. И садил поднести на барантов. Подожди, а вот куда ты вообще приплыл туда? У него лодка здесь стоит. Я, в принципе, помогаю. Ну, это уже ни на что не помню. Это уже влияет. Те, что удобнее было вообще в другую сторону плыть и там кидать. Я просто в Конго сначала плыли, но не в него в сторону. Ну, мне уже некуда просто. У меня все города рабочих строят. Ходов через пять где-то в каждом месте. Отдал бы ты мне греческие города. Да, концовка была бы поинтереснее. Ты забрал-то за пять ходов. Окей, окей. Забрался. Вот за десять. Это неправда. Не просто не за пять и не за десять, а ходов за тридцать. Ну, ладно. Не за тридцать. Золотая середина. Ну как не за тридцать? Я после этого успел с тобой повоевать, заключить мир, перевести юнит и повоевать с греком, заключить мир, вернуться обратно. Это, по-твоему, сколько? Пять ходов все вделилось? Ну ничего так. Я думаю, если придешь тогда, когда на меня пошел, включить Валерий. Если бы он дальше пошел, ну, мне проникнуть не было. Да, да я не мог бы, а точно я бы сносил там. Рим, города Рима точно все забирал бы. С другой стороны, я мог рыцарями вначале тоже найти. Нашел возле Корга остров, и там чудо. Где? Я тоже перееду. Ком-гер-химик. Вот где Эритрия? Проверю. Ха, возле Корга, я понял. Ну, после Корга, говорю. А, возле Корга. О, Греция исполен. Куда грек опять кинул? В Стокгольм. Даже успел американцы обратиться в свою веру. Ха-хам. Тут. Тут. Там. Продолжение следует... Что ваша оценка насчет этого мода? Стоит, нет? Ну, надо работать. То есть концовка все равно не работает пока. Не, ну, видимо, понимаете, очередь построек тут явно что-то надо с ядром самой игры делать там как-то. Он... Каждая постройка постоянно что-то пересчитывает, из-за этого лагает. Перфект план. Эксекьютит. Не, очередь можно убрать, не останется. Не нужно. Да, уже привыкли без очереди. Я, честно говоря, и в пятерке почти никогда не пользуюсь очередью. Почему нанотехнологии стали исследоваться? Собрал генералов в один кварт. Сижу я в космопорте и вижу, как строится. Американец сдался. С победой тебя, Горго. Спасибо. Ты опять... Ты опять прикольно была до конца. Конечно, повезло тебе Рим забрать. Я не знаю, что он сидел, потому что тут такой проход. Блин. Главное, вовремя сориентироваться. Да. О, я тридцать. Мне тоже обогнал Грей и... Блин, это такие звуки с этими ядерками, что я нифига не слышу. Я говорю, что я новичок, сделал Грандов. Спасибо. Спокойной ночи. Да, спасибо за игру. Спокойной ночи. Спасибо, что застрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы застрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...